сегодня по 9.49 такие новенькие их не брала кости нужно взять на знак здесь ничего такого особенного нету орешков ну в общем я возьму smart apple fruits и раки это мороженое такое есть раки раут возьмем это для разнообразия решила взять другие по 1179 из 68 штук здесь просто кранчи просто талант возьмем его вместо этого это выложу также взяла биопа сегодня банановые решила поменять и то эти что-то как-то мне не знаю надоели 989 мишкины лапки кто хочет много киндер эгов 2150 и вы получаете вот такую коробку киндер эгов сколько их тут штук то сколько их сколько их вот они какие здесь они разные есть где написано сколько здесь штук 2424 яйца за 2150 вместо было на 250 сейчас скидка прикольно ну мы конечно не берем в конце я решила брать сизом снапс 899 в конце я их возьму для кости на знак на работу эти выложу эти не буду брать все-таки ребята сделаем обзор что же я купила в костка помимо костка все не покажу потому что мясо не буду показывать сразу скажу что мы я купила фарш я купил не фарш я купила уже готовые знаете гамбургеры свежие говяжьи пачку я купила упаковку мяса и я купила ну из мясного я еще купила мидии но я вам попозже покажу одну пачка еще осталось ее заморозила хотя потом прочитала что не нужно было морозить но думаю что все будет в порядке а вот это я вам хотела показать это 900 грамм 2 паунда сухих дрожжей они продаются они вот в такой герметичной упаковочке стоит это недорого я даже не помню сейчас сколько она стоит и не помню сняла я это или нет но в общем короче если сняла то я вам покажу вот я еще их не открывала не пробовал это большая упаковка ее надолго хватит срок хранения у нас здесь указан вот значит девятнадцатый год вот девятнадцатый год но первое девятнадцатая до января девятнадцатого года сделано в январе семнадцатого до января девятнадцатого вот так что еще у нас есть время максимум выброси мне жалко там в общем-то но я не помню сколько в стол что ли не хочу сейчас соврать к концу долларов 6 может быть может быть по-другому но неважно смысл в том что это выгодная упаковка это сухие дрожжи хранить их нужно в холодильнике желательно пока что она герметично упакована еще не открывала как кофе но когда раскрою наверное я все-таки и пересыплю у меня есть такой стеклянный контейнер баночка я наверно там буду и хранить большая такая банка в которой у меня обычно приправы вот это то что я хотела вам показать по поводу кстати кошерная пар вы видите кто у меня кошер соблюдает так что все это одно из того что я хотела вам показать пошли в холодильнике пороемся что я еще найду интересно так вот еще один шедевральная покупка которой очень горжусь это вот эти вот красивые не знаю как сказать они не макароны не лапша лапша наверное яичная лапша за которой я охотилась ребята вы сами знаете месяца три ее не было ни в каком мы из мной посещаемых филиалов костка и вот она появилась причем она практически уже заканчивалась выдается но в такой большой упаковке то есть тут четыре упаковки вместе вот они в таком пакете были в общем всовывать не буду это бесполезно вот такие вот четыре упаковочки каждая по 250 грамм то есть килограмма это стоило 10 долларов чуть меньше поэтому вот слава богу купила довольная счастливая 1 пачка у меня открытая вот я уже половину приготовила вот как это выглядит изнутри то есть это реально ручная работа вот видите какие они таких вот бумажках два слоя таких упаковочке вот какая то что уже мне играет на пианино вот такая прелесть так дальше значит было был куплен набор для идоши вот такая двойная колбаска осталась одна половинка килограмм получается что там за 7 долларов вот такая двойная я обычно беру вы можете видеть на моих других видео вот к нему естественно идет филадельфия купила потому что у меня закончилась две упаковки шли вместе там 10 долларов они стоят 2 и две упаковки вот таких тортей тортилос тортиес 10 штук в упаковке две упаковки стоили мне меньше 4 долларов когда в магазине одна обычно стоит 3 50 10 штук я купила 20 за ту же цену одна пачка уже ушла я давала кости на работу на перекус то есть помимо ланча и дожки конечно на ланч это давала немножко заменила вместо булочек взяла ему эти тортиз вот это у меня в морозилке одна была дубовая потому что ну одну мы использовали эту я заморозила вот все так что это то что у меня и дожка ел на ланч помимо этого еще молочка сейчас покажу интересное так молочку выставила сразу несколько ну во первых 24 упаковки 24 там по штуки да по-моему 24 штуки вот таких йогуртов но я вам только фрагмент вытащила вы знаете я их всегда беру меня дети их обожают на ужин вместо знака есть в школу и доше я покупаю вот эти вот йоплы вот этот набор на стоит 10 долларов иногда у него бывает скидка и ему хватает этого на две недели вот когда габочка пойдет у меня в школу тоже буду брать уже на двоих буду и давать потому что это очень удобно это большая баночка большой йогурт ну это как бы не достаточно неплохой такой снаб что у нас здесь есть у нас здесь есть 5 клубничных 5 клубничных 5 ванильных и 5 разберис это землю как это и все земляника или малина малина наверное малина вот и 5 малиновых вот такие вот баночки в каждой баночке у нас 200 миллилитров то есть стакан йогурта это очень интересно дальше еще я брала килограмм творога вы знаете эту фирму она единственная которая продается в костка творог немножечко у них как-то видоизменилась мельче почерк стал две такие они придутся две одну половинку мы уже съели две такие половинки они вместе скреплены я просто разрезала вот творог тоже в районе 10 долларов стоит 9 9 чем-то и как бы самое интересное то что я купила это белки и white здесь на английском написано киркландовская фирма они идут в таких вот 4 4 такие упаковочки по пол-литра это дастся доченька вот это вот белочки это не яйцо это только белок почему взяла ну во первых например это жидкий белок обычный просто как бы это не химия потому натуральный продукт сто процентов белок где состав вам показать ну вот ингредиент ликует и куайт то есть это отделенные просто уже белки габи например у меня очень любит белки например можно жарить на тот же бутербродик вместо омлетика утром то есть не сует а это а кто еще выпечкой занимается очень удобно когда у вас просто только отдельно белки вот и таких четыре упаковки и хватает надолго потому что ногу тут получается как два литра да то есть получается куда вы будете его расходовать сильно вы не будете его расходовать но это очень удобно и он достаточно долго может стоять но стоит это 6 долларов что могу сказать насколько выгодно не выгодно не могу сказать но это как бы еще одно оригинальное что то что вы можете покупать опять-таки на бутерброды детям вместо омлета только белочек кто на диетах каких-то и для выпечки для готовки очень удобно иметь только белки давно мне подруга про них говорила я что-то как-то так относилась думаю попробую возьму 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 вот поэтому это было то что интересно я купила из молочного вот хотела вам похвастаться потом я вам уже показывала у них фирма та же по моему но другая по другому немножко выглядит картинка панкики смесь для панкиков которую я покупаю даю доченька даю значит только добавляете воду и если вы еще добавите яйца здесь есть рецепт и можно их использовать ее и как смесь для вафель вафель вафельниц для вафельниц сколько здесь общее 8 долларов вот четыре с половиной килограмма 8 долларов мне этого хватает обычно на два то и три месяца по-разному зависимости от того как мы их уминаем обычно у меня в воскресный завтрак я делаю но иногда дети после школы тоже хотят немножко чего-то такого вкусненького так я им делаю ну и завершающим на сегодня будет у нас вот органические маслс мулем на иврите на русском господи постоянно называю я же говорила как это будет но в ракушках вот эти вот в ракушках это принц эдвард айленд это считается в канаде одно из лучших мест откуда могут быть вообще морские в принципе продукты и в частности все вот эти вот маслс и так далее написано потом я прочитала черным по белому как говорится белым по синему do not freeze ну я заморозила их потому что вдруг увидела что срок хранения у них был маленький до 24 до 9 мая я их спрятала и думаю были на потом прочитала что нельзя одну и было две упаковки была еще одна такая рядом я вчера гости сварила оба обалденно очень вкусно я сделаю их в томатном соусе я их делаю также в пивном соусе в винном соусе они обалденно вкусные я небольшой любитель кости любитель вот но вот здесь 2700 и 2 было 2700 то считайте у вас практически 5 килограмм за 13 долларов это продается в отделе там где в холодильниках там где рыба лежит свежее мясо но там же и они вкусно можно брать крупные все хорошие все раскрылись отличный кто любит можно брать но я попробовала это действительно очень выгодное предложение но помните что срок годности у них короткие достаточно и не короткие считайте с 24 апреля до 9 мая это нормально но так как я их купила скажем числа какого 5 где-то я не успела просто что-то сообразить спрятала одну в морозилку потом блин думаю не взял но думаю что с ними все будет в порядке вот так что ребята это были покупки костка первый поход мая 19 числа где-то я иду на второй поход так что будет другой обзор все если у вас есть вопросы по костка буду рада прочитать а также если у вас есть какие-то рекомендации по продуктам из костка и вы мне да присылаете такие рекомендации за что вам очень благодарна я всем этим пользуюсь пытаюсь все это как бы внедрить и попробовать поэтому пишите оставлять комментарии с удовольствием с радостью буду их читать пока пока и хороших выходных ну что ж сегодня мы пришли в костка посмотрим что мы купим заходим магазин